Всем привет, дорогие друзья, и сегодняшнее видео будет посвящено знаменитым силачам прошлого. Перенесемся в то время, когда они были кумирами публики. И хотя современного любителя спорта трудно поразить рекордами, все же некоторые достижения прошлого вызовут у него изумление. Гансштейр, Бавария. Стоя на двух стульях, поднимал средним пальцем, продетым в кольцо, 16 пудов. Успехом у зрителей пользовался его живой турник. Прямыми руками Штейр держал перед собой штангу в 70 фунтов, 31,7 килограмма. На грифе, который проделывал гимнастические упражнения его сын, весивший 90 фунтов, 40 килограмм 800 грамм, славился Штейр и своим чудачеством. Трость его весила 40 фунтов, 18 килограмм. Табакерка, которую он держал на ладони, угощая друзей, весила 100 фунтов, 45 килограмм. Иногда он надевал на голову цилиндр весом в 75 фунтов, 34 килограмма. И придя в кафе, оставлял его на столе. Затем просил официанта принести его цилиндр. Антон Риха, богемец, славился способностью держать на себе огромные тяжести. В 1891 году он поднял на себя 52 пуда, 851 килограмм. В начале 17 века в Англии большой популярностью пользовался атлет Том Тофан. Среднего роста, пропорционально сложенный. Он легко отрывал от земли руками камни весом до 24 пудов, 393 килограмма. Железную кочергу связывал вокруг шеи, как шарф. А в 1741 году на площади, переполненной зрителями, поднял при помощи лямок, надетых на плечи, три бочки с водой весом 50 пудов, 819 килограмм. В 1893 году в Нью-Йорке состоялся конкурс на звании чемпиона мира по поднятию тяжести. На конкурс съехали сильнейшие атлеты того времени. Из Канады приехал Луи Сир, из Европы Евгений Сандов. Американец Джеймс Вальтер Кеннеди дважды поднял железное ядро весом 36 пудов, 24,5 фунта, почти 601 килограмм. Оторвав его от помоста на 4 дюйма, ни один из атлетов не смог повторить этого номера. Установленный рекорд оказался роковым для 33-летнего атлета. Он надорвался и после этого вынужден был выступать только с демонстрацией мускулатуры. Умер атлет в 34 года. Сергей Елисеев, рекордсмен мира, русский атлет, брал в правую руку гирю весом 61 килограмм, поднимал ее вверх. Затем медленно опускал на прямой руке в сторону и несколько секунд удерживал руку с гирей в горизонтальном положении. Три раза подряд он вырывал одной рукой две несвязанные двухпудовые гири. Иван Максимович Поддубный обладал большой физической силой. Следует заметить, что борцовский ковер он покинул в возрасте 50 лет. Не тренируясь специально в атлетических номерах, он мог, сгибая руки, опущенные вдоль тела, поднять на бицепсы 120 килограмм. Огромный успех эстонскому силачу-чемпиону мира Георгу Луриху принесли не только рекорды, но и гармоничность и красота телосложения. Он не раз позировал таким скульптором, как Роден и Адамсон. Скульптура последнего под названием «Чемпион» удостоилась первой премии на Всемирной выставке в Америке в 1904 году. На арене Лурих демонстрировал следующие номера. Стоя на борцовском мосту, он держал на себе четырех мужчин, а в руках в это время держал штангу в семь пудов. На одной руке держал пять человек, удерживал руками двух верблюдов, тянущих в противоположные стороны. Поднимал правой рукой штангу в 105 килограмм и удерживал ее вверху. Брал левый с пола гирю в 34 килограмма и поднимал вверх. В 1905 году на улицах Парижа красовались огромные афиши, возвещавшие, что страшный русский казак Шемякин поднимает одной рукой шесть японцев. Афиши ошибались в одном. Хотя Иван и был одет в казацкий костюм, но к этому отважному племени не принадлежал. А вообще-то это было его первое заграничное турне. И прошло оно с триумфом. Несколько вечеров подряд он наряду с литическими номерами демонстрировал силовой трюк на злободневную тему. Ведь в разгаре была русско-японская война. Одной рукой поднимал шестерых униформистов, облаченных в японские костюмы. Рукоплескания французов заглушали звуки оркестра. Луи Сир – американское чудо. Это сильнейший человек американского континента. Поражал своими размерами. При росте 176 см он имел вес 133 кг, объем груди 147 см, пинцепсы 55 см. Любопытен случай, произошедший с 22-летним Луи Сиром в Монреале, где он служил полицейским. Однажды он принес в участок двух хулиганов, держа их под мышками. После этого случая, по настоянию друзей, он стал заниматься развитием силы и выступать с атлетическими номерами, в которых долгое время не знал конкурентов. Он поднимал до колен одной рукой 26 пудов 425 кг 800 грамм. Поднимал на плечах платформу 14 взрослыми мужчинами. Держал перед собой на вытянутой руке в течение 5 секунд груз 143 фунта 64 килограмма 800 грамм. Французский атлет Аполлон Луи Юни одной рукой поднимал 5 гирь по 20 килограмм в каждый. Поднимал штангу весом в 165 килограмм с очень толстым грифом 5 сантиметров. Только через 20 лет после Аполлона эту штангу ось от вагонетки смог поднять чемпион Олимпийских игр в 1924 году шар Ригула, которому, кстати, принадлежит рекорд мира в рывке правой рукой 116 килограмм. В знаменитом трюке освобождения из клетки Аполлон руками раздвигал толстые прутья и выходил из клетки. Огромной популярностью среди англичан пользовался Евгений Сандов, Фредерик Миллер. Его называли чародеем позы и сильнейшим человеком. Имея вес не более 80 килограмм, он установил мировой рекорд. Выжав одной рукой 101 килограмм 500 грамм, делал сальто назад, держав в каждой руке по полтора пуда. В течение 4 минут мог отжаться на руках 200 раз. В 1911 году король Англии Георг V присвоил Сандову звание профессора физического развития. Золотая статуэтка, изображающая Сандову, была вручена победителю атлетического конкурса под на 1901 году. Сейчас, как известно, она вручается победителю мистер Олимпия. В 1930 году вышла одна из его многочисленных книг под названием «Бодибилдинг», дав название этому виду спорта во всех англоязычных странах. В 1913 году на тяжелоатлетических соревнованиях в Петрограде в бывшем Михайловском манеже ответ Якуба Чеховской предемонстрировал сенсационный силовой трюк. Он пронес по кругу на одной руке 6 солдат гвардейского полка, за что был награжден почетным золотым поясом. Этот рекордный номер до сих пор не удалось повторить ни одному атлету в мире. Сам же Чеховской демонстрировал его постоянно в своих выступлениях. Не менее удивительны и другие номера атлета. Делая мост, Якуба Чеховской держал на себе 10 человек. На его грудь устанавливали помост, на котором размещался духовой оркестр из 30 музыкантов. На плечах атлета 40 человек сгибали двутавровую металлическую балку. Через его грудь проезжали три грузовых автомобиля с публикой. Одним из сильнейших атлетов начала нашего века был Петр Федотович Крылов, король гирь. Любовь к цирку заставила его сменить профессию штурмана торгового флота на профессию атлета. Нелегок был путь молодого силача. Вначале он выступал в балаганах, ездил по ярмаркам провинциальных городов, где по нескольку раз в день не только демонстрировал атлетические номера, но и боролся на поясах с любителями из публики. Вскоре имя Крылова становится известным, и он начинает выступать в крупных цирках, где его представления пользуются огромным успехом. Наряду с демонстрацией силовых трюков Крылов выступал в чемпионатах французской борьбы и завоевывал призовые места. А в конкурсах на лучшую атлетическую фигуру неизменно получал первые призы. Петр Крылов установил несколько мировых рекордов. В положении «Борцовский мост» он выжимал двумя руками 134 килограмма, левой рукой 114 килограмм 600 грамм, жим в солдатской стойке левой рукой двухпудовой гири 86 раз подряд. Создал ряд атлетических номеров, получивших широкое распространение. Сгибание рельса на плечах, проезд автомобиля по телу атлета. Был страстным пропагандистом физической культуры. Читал лекции об атлетическом спорте. Николай Вахтуров. И из парада, ласково улыбаясь, грузно выступает колоссальная фигура нижегородского богатыря, стихийный борец. По размаху натуры и по темпераменту, перенесущийся к нам в 20 век, блинный Васька Буслаев. Это воплощенное в мускулистое тело идея натиска, бесшабашный русский борец, ломающий всех, кто попадает в его объятия. Даже очень сдержанный партер разражается аплодисментами, которые на галерее переходят в настоящую бурю. Писал о нем журнал «Геркулес» в 1913 году. Таким вошел в историю русского спорта чемпион мира ученик Ивана Поддубного Николай Вахтуров. Александр Знаменский, Москва. Профессиональный цирковой атлет. Исполнял рекордные силовые номера. Делал сальто с двухпудовиками в каждой руке. Носил на спине рояль с тапером. На груди держал платформу с оркестром. Жал борцовского моста 132 килограмма. Выжал правой рукой два двухпудовика, поставив их один на другой. Содержал платную арену. Обладал привлекательной внешностью и мощной фигурой. Рост 170 сантиметров. Вес 88 килограмм. Грутная клетка 118 сантиметров. Талия 82 сантиметра. Шея 46. Бисепс 43. Икры 40. Бедро 61 сантиметр. Владислав Патлясинский. Петербург, Варшава. Воспитанник Краевского. Сам стал профессиональным тренером в 1898 году. Открыл платную атлетическую школу в Петербурге. А в 1911 году в Одессе успешно выступал в международных чемпионатах борцов и атлетов. Добился высоких по тем временам результатов. Правой рукой выжимал 98 килограмм. Толкал двумя 115 килограмм. Не связывая, вырывал одной рукой две двухпудовые гири. Приседал с весом 175 килограмм. Его измерение в 1903 году. Рост 184 сантиметра. Вес 105 килограмм. Бисепс 44 сантиметра. Шея 46. Грудная клетка 128. Бедро 69. Икры 44 сантиметра. В 1807 году в сражении с турками был убит капитан Лукин. Прозванный на флоте русским Геркулесом. Очевидцы описывают его победу с 12 матросами над толпой. Несколько сотен человек. Он легко ломал подковы. Мог держать пудовые ядра в распостертых руках. Пальцем вдавливал гвозди в стену. Англичанин Артур Саксон в 1906 году поднял к плечу двумя руками штангу весом 159 килограмм. Переложил ее в правую руку и вытолкнул вверх. Носил на поднятых руках штангу в 6 пудов. На концах которой висела по одному человеку. Редактор субтитров А.Семкин